Еще часто Бога усыновлением, Он совершил акт принятия и открылась удивительная тайна. Оказывается, Бог не просто нас вывел из рабства египетского, Он не просто нас освободил от рабства фараона, Он хотел сделать нас своими рабами. Он открыл нам удивительную тайну, что оказывается, настоящая свобода это не просто делать, что хочешь и жить, как хочешь. Настоящая свобода, оказывается, быть рабом Бога. И вчерашние рабы фараона, вышедшие из Египта, выведенные оттуда мышцей простертой судами великими, Бог вывел свой народ, но Он не просто их вывел в пустыню и сказал, а теперь живите, как хотите, делайте, что хотите. Нет, эта свобода была бы такая хуже рабства. И она закончилась бы поражением и исчезновением, и, наверное, Израиль бы исчез бы с лица земли вообще как таковой. Но Бог вывел их и привел к горе своим помазанникам Моисеем во главе. Он вывел их к горе. И там у горы, там на горе Он дал заповеди. И удивительно, я прочту несколько строк из девятнадцатой главы. Написано, девятнадцатая глава книги Исход. Моисей, девятнадцатая глава, с третьего стиха. Моисей взошел к Богу и возвал к Нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал ефтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глазом моего и следовать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо вы моя земля, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И далее, десятый стих. «И сказал Господь Моисею, «Вот, пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай, и проведи для народа черту со всех сторон, и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, пределом будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою».